Мы, понимаете, мы многие годы пытаемся поехать на ролевые игры, пытаемся. Мы официально заявляемся, мы платим деньги за это все. Мы приезжаем только как короли на микроавтобусах с большой кодлой. Там у нас все говорено, кто чем будет заниматься, все прекрасно. А с нами никто не играет. То есть мы попадаем в этот мир, платим деньги. Мы же не избиваем их, мы хотим по правилам играть. А с нами уже никто не играет в принципе, потому что не хотят. Заехали злые реки, надо платить. Да, но вот эта игра, про которую я скажу, была прекрасна. Помнишь, Леха? Да, когда нас выгоняли с дробовиком, вот конец. Да, просто премии, когда мы приехали на эту игру, и когда застанет тот момент, когда ОМОН выгонял, мы сразу поняли, что игра удастся. А я вам скажу, в предысторию это было прекрасно. Мы послали двух разведчиков из ролевой среды. Ну, некто Бладис, Бладис, знаете, он практически воюет, такой миллиардный человек наш. Вот, он такой прожженный ролевик со стажем, просто офигенно. Вот там и поболтать там может, и там сыграть. Там короля, он все может. То есть он все будет, он нравится, он не страдает от этого. Он очень пафосный человек, в хорошем плане. Он готов все это пережить. Вот мы заслали Бладис, он звонит, говорит, он говорит, все, говорит, людей дофига, можно приезжать. Мы собрались, приехали, заплатили оргвзносы, пошли на наше место. Причем как специально, светлых, что-то там 400 человек, темных 50. Мы, естественно, за темных, чтобы как-то сражаться с ними. Да. Значит, взялись там разнообразные роли, причем у нас было все оружие как нужно, все мы вооружились, значит. И мы пошли, идем такие, знаешь, по лесу. Раз, идет такая кучка людей, мы говорим, аааа. А мы знаем всех темных, там, они все в нашу лагерь живут. Сдавайтесь там, проклятые эльфы. Тебя говорит, а мы летим. Вот видите, у нас вот эта палочка, здесь вот флажочек. Вы нас не можете ничего, мы летим. Ладно, ну улетели они, мы как бы идем дальше. Совершенно не без шуток. Прошли еще где-то метров 600-800. Разведка доложила, что там какие-то люди стоят. Вот туда раз, а они совершенно не бегут. А у нас невидимый щит. Невидимый щит, да? То есть, да, да, вот все. Мы говорим, понятно, ну ладно, что тут не понять. Невидимый щит, дело обычное. Мы же знаем. Мы к какому-то городу. Мы к какому-то городу туда сунулись. Там в городе, нас человек, сколько, 12 было, по-моему. Нас человек 12, а там в городе просто кишмякиши, человек 50. Мы им там, вы сраные эльфы, откройте ворота, мы пережим вас всех. А те на полном серьезе стоят все в бригантинах, в шлемах и молчат. Мы говорим, дворота откройте. А они как бы нет. Ну ладно, мы как бы что. Мы ушли, развернулись. Вот тут же где-то встретили Леху. Леху, который пробегал мимо... Там был немножко и дальше, на самом деле. Леха, который, нет, мы вас еще один раз видели до этого. Который просто шакалил тоже поезд, кого бы замочить. Такой они небольшой кучкой передвигались по болотам. Вот, и тоже такой же трагедии, как и мы. Мы вернулись в лагерь и решили предпринять хитроумнейший план. Просто гениальный, который можно было списывать в аналы исторических сражений и хитрых подлостей. В лучших традициях королей. У нас с нами была очень красивая девушка Аня. Которая училась в тот момент на каком-то историческом, а не историческом, в этом, театральном факультете. Она была такой в короткой кожаной меню. А приехала она с неким Фабио. Вот, и она там типа всякие театралы, культурные люди. Мы, значит, там... А Рома Фабио встал на стульчик, прочитал нам там Пола Инна и Евгения Онегина. Мы там похлопали. Ну и пошли, собственно, выполнять план. А план был такой. У нас есть такой некто мерка. Мы дали ему на голову под шлем, чтобы он отвратительно выглядел. Очки. Он... Очки, короче, в ужасную рубашку его надели, такую длинную, не по росту. Аня, значит, на Аню надели наручники. И он типа должен был в таком виде вымлиться к эльфийскому городу. А она должна была говорить, ах, я эльфийская принцесса попала в западню. Этот мальчик я ей до плеча еле доставал. И спасите же меня кто-нибудь. А в этот момент вся наша шабла, сняв половину вещей в специальных диверсионных комплектах, ну, оставив минимум вооружения, крались. Вот около этого города, мы заметили, был огромный такой вал, типа вот этого. И мы прошли по краю полигона. Это была просто войсковая операция. Спереди шли легкие люди с луками. Сзади те, которые могут чем-то звенеть. Так, на расстоянии метров 100 они все переглядывались, и говорят, там все чисто, нечисто. В общем, мы шли по этой тропе. А вот Меркао должен был в определенное время выйти к этому городу. И когда бы они открыли ворота, чтобы напасть на него, мы бы спустились с горы, ворваясь туда на их плечах в город. Это был прекрасный план, он был великолепен. И мы, короче, шли, 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 достаточно долго. И тут мы выходим в такое дивное место. Стоит стол. За столом сидит человек, к нам спиной. Это в лесу-то. Типа там какое-то поселение, обтянутые веревочки, но в том месте веревочек никаких нет. Вот здесь за столом у меня рядом стоит кружка. И вот как бы, знаешь, так кто-то из светлых. Расслабляется, сидит. Мы быстро выскакиваем из леса, но тихо. У меня был такой хороший лук очень. Я натягиваю стрелу, чтобы пронзить его насквозь. С расстояния трех метров промахиваясь по нему. А он замечает следующее, что у него сидит, и кружка рядом лопается на куски. И просто летается. Тут из леса убегает Леха Рыжий. Хватает его прямо вот так вот. И говорит, а мы должны были выйти к тому городу. А мы почему-то не вышли к этому вот столу. То есть мы по нашему плану, мы отклонились там где-то на полкилометра вообще в сторону. И он говорит, как пройти там этот город, говори? Он такой, вы не можете меня схватить. Я сижу в невидимом городе там за невидимой стеной. И мы сказали, все, а невидимого города больше нет? Или ты показываешь нам, как пройти в этот город сейчас и тихо? Он смирился. Он тогда этим в должное велся очень хорошо и тихо. Шел в середине обоза. Мы еще дошли таким образом до этой горки. Легли там. И вдруг слышим, прямо вот буквально легли. И минут через пять, мы уже там, мы дали нетерпения чесаться и ждать, когда что-то начнется. Выходит Меркава внизу. И все такие там, что там, что там, Леня, посмотри. Леня, вот здесь там приподнимается. А там стоит Меркава и говорит, я нахватил принцессу. Дима, говорит, если там кто-нибудь у вас тут есть, то сразится со мной и выходите. И стоит на некотором расстоянии от города. Чтобы открывание ворот и выход занял какое-то время. На стенах смотрят люди на него и ничего не происходит. Он такая, ах, спасите меня. Ах, ну-ка-ну-ка. Все наши такие, что там, что там видно, говорит. Говорит, Аня стонает и просит помочь, говорит. Но никто не выходит. Все такие, блин, что у них там все подсохло, что ли? Этого мы не предупреждаем. Короче, Аня говорит, ах, помогите мне Меркава молчит. Что он еще может сказать? Он же все сказал. Люди на стенах зашевелились, пошли с кем-то там посоветоваться внутри города. Возвращаются опять на стену, что-то говорят. Вот такие, что там происходит? Они там что-то говорят ему. А он что? А он ничего им не отвечает. Что ж такое? Что вообще-то, что-то неправильно. Все такие, да я бы уже выбежал 10 раз. Они стоят. Потом, через какое-то время, мы слышим какой-то просто мат оттуда. Причем мат исходит из стены. Со стены. Оказывается, они позвали какого-то, вот и вдумайтесь, вот. Они позвали мага, который порвал бумажку о том, что подчинение этого человека, чтобы он шел к ним. Этого мы никак не ожидали. Вот тогда, а Меркава уже, естественно, тоже не дурак. Он стоит и никуда не идет. Они стали наругаться, говорить, что они его там, все, они выгонят его с игры, и вообще все, и наконец. Ну, мы тогда неторопливо спустили с горы, они, конечно, офигели. Они быстро прекратили кричать, и мы начали свое дело. Леонид Газ стал тут же ломать ворота, и говорит, что сейчас, сейчас мы вам покажем, сейчас все будет, вот уже немного, сейчас. Он стал крушить и разламывать их, а я через такую небольшую щелку, они сейчас стоят в ужасе, а их там человек 50. А я им начал читать лекцию про то, что зря они напялили эти мечи. Меч, говорю, у всех воинов древних народов, символ фалоса, а им он не нужен. И типа они не воины, что им нужно заниматься следующим, чтобы, что государь или какой-нибудь пан, или какой-нибудь иной господин прикажет им, то они и должны делать. И сейчас мы их этому научим. Что они должны приезжать и заниматься следующим. Сажать морковки, вырвать ямки, сажать туда морковки, сажать капусту, а чтобы пан приходил и проверял, хорошо ли капуста сидит. И сейчас мы докажем, как правильно играть, выиграем. А эти мечи им не помогут. И вот мы уже почти сломали ворота. Уже все, уже. Короче, прибежала четка, совершенно невменяемая, такая уже женщина в возрасте, что самое удивительное. Стала орать на нас, кричать, что мы хулиганы, что нам позовет милицию, что мы портим всю игру, и что вообще, на что мы объяснили ситуацию, что так нельзя. Мужики, которые были рядом, посмеялись над этим всем. Мы расстроились, пошли к себе в лагерь. Никто не хотел с вами играть. Да, и мы пришли, стали читать стихи, кричать песни, вот. А потом к нам пришел человек с дробовиком. Он пришел и сказал, что мы убирались отсюда. И стали ему рассказывать, как все дело было. Он посмеялся и ушел, вообще. А мы расстроились, обиделись и уехали. Это был очень маленький эпизод, я вам не расскажу.